Раздел у нас очень важный, идейный раздел, Бешаллах. Это же трудно перевести по-русски. Как переводится по-русски Бешаллах? Отправляя, направляя, что-то в этом роде. И вот там, если мы учим немножко геморрю, то возникает интересное уточнение. Не направил их прямым путем. Мне послали их в Эрц Плистим. В Эрц Плистим это Эрц Исраэр. Вот пошли обходным и длинным путем. В чем здесь геморрю? Когда в геморре сказано, не направил, какой вывод? А должен был направить. Чувствуете, как это заложено там? Что, в общем-то, надо было направить. То есть, получается так, что, если бы не какая-то недоработка, то пошли бы прямым путем в Эрц Исраэр. Вот как здорово. И действительно, как мы говорили на прошлом уроке, есть четыре обещания, которые дает Ашем. И в связи с этим четыре бокала, которые пьет Пасхальный Седа, выведу и сделаю своим народом. И пятое, это приведу в страну Израиля. То есть, это все, поскольку все четыре фразы осуществились, то и пятое, как бы, оно должно было сразу осуществиться. Но вы у меня спросите, а как же так? Ведь должна была быть дана Тарана Гарисинайская. А как же, если бы они пошли в Израиль, они бы пропустили бы этот момент? Понятно, да? То есть, как будто бы здесь чего-то не стыкуется. Хорошо, очень красиво. Пошли бы в страну Израиля, если бы не мешало им обстоятельство, об этом поговорим тоже. А что бы они делали с получением Тары? Но согласитесь, если получать Стару, где самое лучшее место получать Стару? На Харабайт, на Храмовой горе, правильно? Потому что там, мы как раз соответствуют нашему уроку, мы там говорили, что это самое главное место в мире, оттуда вы есть и пошла земля еврейская, и вообще, как бы, весь мир. Там находится эта точка в этом камне, который находится под куполом золотым, там находится точка, из которого был создан мир. Поэтому это как бы святое место. Всякое начало, мы говорили, это как бы начало брищит. Все начинается с брищит. Как же получилось бы? А что же написано в Тарешне, что должны были дать Тару на горе Синаиской? А вот очень непростое объяснение. Мы помним все, надеюсь, помним, что когда Яков бежит из дома, скорее всего, от Айсаван, он по дороге натыкается, сказано, на определенное место. И объясняют мудрецы, что это место было Арабаит, тоже это было Арамурия. Понятно, да? А почему он наткнулся? Когда говорят, что наткнулся, это говорит о какой-то неожиданности. И действительно так рассказывает Медраж, что Якова Абину так быстро бежал от местия Исава, что он проскочил в самое главное место. Он не пошел перед этим молиться. Он же был в Бершеве, правильно? И бежал, пробежал мимо Арабаит, Арамурия, такого важного места. Причем, с другой стороны, мы видим, что когда он там спит, что у него открывается, он видит известную лестницу. На лестнице стоит Ашен. Вот там появляется ангелаху, но это точно не могло быть, если мы смотрим географическую траекторию движения, это должно было быть где-то в районе Сирии. Ну, конечно, Сирия, это тоже часть, Исраиль, это все понятно, но все-таки такие вещи, которые происходят, Виша и говорит, встает с утра, Якова даже пробудился, посреди своей весной, говорит, какое-то страшное место, это самое, это Бейтелукин. Значит, что все-таки это было не Хара, куда он бежал, а это было Арамурия. Как это может быть? Смотрим географию, но, правда, мы привыкли, что география, божественная география, она не совпадает с обычной географией. Как мы знаем, есть такие известные в мире города, Воложин, мир, где это центры, как бы, еврейского знания, они маленькие такие местечки. Правильно? Так и тут. Но ответ, на самом деле, простой. Действительно, Арамурия переселилась. И пошла навстречу Якову Абину. Как говорят, есть такое выражение, может быть, не очень такое правильно, когда Мухаммед говорит, не идет горе, то гора идет к Мухаммеду. Так я думаю, что это они взяли как раз из нашего Медраша, что смотрит Арабаит, смотрит Яков, не идет туда молиться. Так сама Арабаит пошел навстречу Якову, чтобы он все-таки помолился, ибо перед тем, как ему такие предстоят испытания в доме Лавана. Таким образом, получается, что это Арамурия, Арабаит, это какое-то виртуальное понятие. Не только чисто физическое место, географическое, какая-то, которое мы знаем, когда мы ходим на Котель. Это и к тому же, еще и виртуальное понятие. Это тоже можно вполне понять, потому что такие святые места, они не могут быть привязаны к оси координат. Они должны быть что-то более этого. Действительно, Арабаит, Арамурия, на примере Якова Авину, переселившись к нему туда. Также, если бы сыновья Израиля могли бы прямиком пойти в Арабаит, как это предполагалось, и как мы поняли из уточнения этого пасука, то тогда гора Синаиская, на самом деле, это как раз она была издержка. И гора Синаиская только на время встала Арамурия. Понятно? То есть, она перенеслась, но сыновья Израиля не смогли пойти прямо к ней, в Иерусалим, так она пошла ему навстречу, для того, чтобы дать им Тарутан. Вот, как бы, тут таким образом мы получили эти два понятия. То, что Арабаит, Арамурия, Цион, это понятие частное, географическое, но и больше этого. она может переселяться туда, где это надо, где это нужно народу Израиля. Но святые события происходят именно там. Поэтому сейчас есть гора Синаиская, Хореб, на Синаиском полуострове. И, в общем-то, в тот момент, когда, вы знаете, после 67-го года это стало территорией Израиля, потом пришлось отдать это, надо было сразу там, наверное, построить какую-то копию храма, или обнести каким-то веревками, чтобы не подходили люди святое место. Там была дана тара, ничего подобного не произошло. Это обычная гора. Правда, христиане там построили монастырь святой Екатерины. Для них это по-прежнему святое место. Потому что у них все это вечное. Поставить картину эту икону с Иисусом, поставить какую-то скульптуру, они только они могут молиться и чувствовать, когда это что-то, что можно потрогать руками. А у нас это, в общем-то, все понятно. Плюс, как описывается Рибоныч Лолам? Мы типа понимаем математически. Плюс-минус бесконечности. Правильно? Это единственное место. Поэтому для нас это не конкретное место. И поэтому там сейчас ничего нет. Можно подниматься, можно спускаться, не надо даже ходить вмигу. А вот когда идешь на Арабайт, там действительно лучше вообще не подниматься. Но если кто-то поднимается, то поднимается соответствующим образом, потому что это святое место. И, образом, вот это какая-то небольшая часть большой истории, которая разворачивается, и которая видит, что сыновья Израиля уже с самого начала они проскочили в такое важное место. Вместо того, чтобы идти прямиком в Эрот Исраэль, они застряли на 40 лет. 30 лет. Как бы нам сказали бы, вот вы такие молодые девушки, вам сказали, вы можете попасть в Израиль, все превосходно, подождите еще 40 лет. К тому же мы знаем, что то поколение, которое вышло до возраста до 20 лет, они не дошли до страны. Поэтому это была издержка. А почему была эта издержка? Я уже не знаю, тут, наверное, надо будет много вырубать, но это вы уже посмотрите. Почему была эта издержка? Сказано, что увидят войну. Какую войну увидят? И вот тут очень интересный метраж тоже, который промыкает к этому. Как вы знаете, есть много способов подсчета времени пребывания сыновей Израиля в Египте. Вообще, они должны были там быть 400 лет. Но так, по подсчетам, 210 лет всего были. То есть, не добыли 190 лет. Но если начинать со времени прихода Авраама Авину в Эрот-Исраэль, то получается 400 лет. А на самом деле, если брать, вот там такая вещь, значит, Бридда Бейдна Бетарим, знаешь, что такое Бридда Бейдна Бетарим? Союз, который был заключен между частями рассеченных животных. Вот первый раз, когда Авраама Авина пришел в Эрот-Исраэль, когда ему было сказано Лех-Леха-Ля-Арцеха или Моледет-Хар, он пришел и там было это видение, была эта печь и факел на пид прошел между частями рассеченного животного и там ему сказано знай, что эту землю я отдам тебе и твоему потомству. И что вот твое потомство будет 400 лет находиться на чужбине. То есть, все начинается с потомства. А потомство это Ицхак. Поэтому с момента прихода Авраама Авину до рождения Ицхака по подсчетам получается 30 лет, потому что Авраама Авину пришел в Эрот-Исраэль первый раз по указанию Лех-Леха в возрасте 70 лет, а Ицхак родился ведь в возрасте когда ему было 100 лет. Поэтому, как видите, здесь пробел 30 лет. Если считать со времени первого прихода Авраама Авину указания Лех-Леха с этого момента до исхода из Египта проходит 430 лет. Но это неправильный подсчет, поскольку правильный подсчет это с рождения Ицхака. Поэтому, если считать от рождения Ицхака до исхода из Египта, получается 400 лет точно. А если считать с момента, когда Яаков и 11 сыновей, 12-й нет, потому что Иосиф был уже в Египте, отправили себя в Египет, получается 210 лет. Я думаю, что те, кто знает эту арифметику легко уловили, а так, конечно, это сразу не улавливается. Но имейте в виду, что на самом деле есть три точки отчета, три даты, по которым можно считать время пребывания в стране Израиля. Так вот, получилось так. Как я уже сказал, Лех-Леха это все помнят. Это начало всего, можно сказать. Когда говорит Кадош-Буруху, знаете, кто такой Кадош-Буруху? Святой да будет он благословен. Так говорят у нас у евреев, вот в последнее время говорят о Шем, но это уже как бы это уже новое что-то. А вообще-то на протяжении веков евреи между собой говорили так вот с разговоркой Кадош-Буруху. Кадош-Буруху. Это святой, да будет он благословен. Это настоящее, то, что принято называть у евреев иносказательно поскольку полностью все равно имени сказать нельзя это говорят вот так и нужно. Так вот, есть первая точка отсчета это Кадош-Буруху говорит Абрама Абину Лех-Леха отправляйся в страну, которую я тебе покажу. Потом есть следующая точка отсчета это когда уже действительно Абрама Абину он побыл там был это Бит-Брит-Бен-Ва-Бит-Арим и он вернулся обратно к папе потому что было кого добавим отец его террас какой бы он ни был идолопоклонник но когда такие сыновья растут он и сам сделал чего-то он уже перестал там продавать в лавке скульптуры всех этих башков помните, да? и только после 30 лет пребывания в Харане вместе с отцом уже по-настоящему он пришел и тогда родился Ицхак значит это следующая дата отчета день рождения Ицхака и от этого момента прошло 400 лет почему слово я повторяю потому что в этом предсказании порочестве которое получил Авраам Авину первый раз после Лехраха сказано семя твоё будет в этой стране а семя первые семьи это Ицхак поэтому что получилось не все так хорошо помнят арифметику которую я знаю да как бы есть много раз об этом говорил поэтому я могу по памяти вам это сказать а было такое племя часть племени Ефраин которые были большие сионисты очень любили страну Израиля и когда они подсчитали что прошло 400 лет со дня Лехляха они решили отправиться в страну Израиля что они при этом проявили большую любовь и стремление к стране к стране Израиля это плюс а какой минус сказано было я вас выведу Ашем должен был их вывести никакой интеллективы человеческой здесь не должно было быть то что сейчас Хангадим говорят об обвинении сионистов что они это сделали по своей воле и поэтому вот все эти несчастья но можно показать что это действительно воля Божья возвращение народа Израиля в Эрот Исраиль это воля Божья и все это не против его воли но это другая тема в любом случае они отправились за 30 лет до того как пришел Ашерабейну чтобы уже действительно по указанию Ашему вывести народ израиль и когда они пошли пришли дошли там до района Грар помните все это обимелах и все это и там они погибли действительно там они все кости тлели еще никто их не хоронил и вот это то что сказано в начале нашей главы пен ируэта мельхама было инхау там дэр хэр сплещи мне направил он прямиком страну плещи чтобы они не увидели остатки вот этой войны то что случилось с их братьями со племенем эфраем и частью племенем которые предвосхитили и пришли на 30 лет раньше то есть таким образом это из-за этих аторопы сыновей эфраем которые неправильно посчитали и погибли из-за этого остальные не могли пойти потому что люди бы перепугались они только вышли из египта има мошер обейну кадож буруху обещал им что они придут страну текущую молоком и медом вместо этого они только пришли и смотрят а здесь люди гибнут здесь воюют и они бы сразу перебежали то что случилось на самом деле через год с соглядатаями все равно они пошли все равно испугались так испугались бы раньше еще началась бы какая-то катабазия поэтому ашем сказал из-за сыновей эфраем а сейчас потому что они пришли раньше времени вырвались раньше времени они сейчас не пойдут а еще вот они будут кружиться 40 лет пустыне вот как бы это как бы урок тому что нельзя быть тарапудами но потом рассказывается как вы знаете много-много времени после этого их эскелянаби это уже у нас скажем ну по разным подсчетам эскелянаби и возрождение или как называется оживление мертвых костей это известно известная глава 37 в пророчестве хэскеля ашем ему говорит вот иди значит там там есть такое эмик квар и там значит оживи оживи эти кости действительно кости эти оживают там какая-то овощина такая все эти кости оживают одеваются как говорят в мясо и в мышцы и прочее прочее как бы вот предвосхищение того что когда-то по-настоящему будет там воскрешение мертвых мы видим это на примере эскеля вам известно это да это очень живой образ он вошел в литературу всем известен оживление во время эскеля начинается возвращение народа израиля после изгнания вавилоне вавилонский плен как вы знаете там продолжался 70 лет и по подсчетам это примерно значит получается четвертом веке до новой эры вот начинает возвращаться и геморран в разделе баба батра говорит кто это были за кости которые были которые ашем который бруха оживил вот те самые кости сыновей эфраин то есть один раз это было контрпродуктивно и они погибли но когда надо было оживить какие-то кости зачем вот вы помните часть из вас сейчас уже помнит вот этот образ потрясающего когда когда вдруг кости собираются вместе одеваются и становятся людьми и идут куда они идут то есть все оживление этих костей оно как образ возвращения сухих костей в артист да очень похоже на нас с вами потому что я уже не знаю всякий раз говорю не знаю как кто пришел один по батюшке один по матушке у одного папа папа еврея другого там бабушка еврейка и всего ты только кокоски которые нас советская власть высушила вот мы потом начинаем возрождаться и вдруг сидим у нас был парень из-за суббота вроде с такое место в тюмени подать подимен 700 километров тюмени и он говорит что он слушал наши передачи и был здесь буквально вот месяц назад он был здесь саша такой но как бы ему не про телевизу он оттуда вы из глубины сибирских руд как говорят из самой глубины другом пробудился говорит ой что я здесь делаю ведь я же еврей ну никакой евреи конечно какие-то там гены какие-то связи смотрите тоже чудо воскрешения мертвых правильно вот он уже едет он говорит он в Москве останется возможно его там романевич примет он сможет готовиться вот это чудо похоже на нас и эти кости так объясняет есть известный мудрец я об этом много раз говорил во всем случае на уроках в этом классе знаете вот это класс для меня извините больше реальность чем вы потому что вы приходите и уходите а класс остается мне это как бы не в ущербас я всех помню я рассказывал что был такой великий равен рава исахар тайхтлер который погиб по дороге в Освенцил Аушвиц и он написал до этого где-то в Будапеште он написал целую книгу Эмма Эмма Баним Смеха Мать Бать Сыновей будет радоваться это то что говорит Давид о Менах про Рахели Мейну которая похоронена по пути ведь она не похоронена в Марат Махпелла как вы помните так это Яков говорит Юсефу вот мне не удалось ее похоронить почему она там говорит Медраж почему она похоронена на перекрестке дорог потому что она знает что на перекрестке дорог будут находиться ее сыновья пра-пра-пра-правнуки которые сюда придут по дороге в Артисрай поэтому она как бы поэтому говорит Давида Меллах не плач извините мне это говорит пророк не плач Рахель и вернуться сыновья к твоим границам Вешаву Баним Лег Булан вот возвращение этих воскресших костей Натуре Обликесе так вот говорит этот Раби Хескет Тайхлер в своей книге Эмма Баним Смеха который написал в Будапештском гетон предсказывая что он действительно в страну Израилю начнут возвращаться вот таким же образом эти воскресшие кости он говорит когда надо было начать возвращаться в Эртис после Вавилонского изгнания никто не хотел знаете почему не хотел очень хорошо было в Вавилоне вот мы думаем это Набухаднецер потом Махашвейрош который будем праздновать праздник Пурим а на самом деле жили там очень неплохо до 1000 года новой эры Вавилон а что такое Вавилон на самом деле это не какой-то Вавилон это Ирак правильно район Ирака там где находились эти еврейские крупнейшие еврейские ешивы Сура Пумпадита на Ардея это был центр еврейской учености до 1000 года то есть 10 века новой эры евреи так там сильно окопались это своего рода был даже не Нью-Йорк потому что в Нью-Йорке есть хорошие раввины и все но нет такого центра учености а там это было там Вавилон было дано Талмуд Вавилонский был дан именно там в Вавилоне вот в этом Междуречии откуда пришел Аврам как мы знаем как бы если близки народу на самом деле его родина это Ирак потому что Аврам Абину вышел из Ура Халдейского Аурл Халдейский находится примерно в районе Персидского залива там где эти обе реки Тигр и Фрак сливаются посмотрите по карте вы видите там находится это точка Ура Халдейского мы оттуда пришли наши гены а вот как раз те которые живут сейчас там это арабы они как раз пришли они пришли в Саудовской Аравии а мы как раз местные но правда и здесь мы тоже местные все места наши и так оттуда мы не хотели уходить говорили им все кончилось изгнание возвращайтесь они не хотели очень хорошим живется и тогда Ашем сказал я пошлю Абангард Халуцим где я найду людей которые будут наиболее на которых я могу полагаться что они точно придут в страну Израиля а вот в этих сыновей Ефраев которые погибли но проявили свою любовь то есть они торопыги выскочили раньше времени это не очень хорошо но с другой стороны они продемонстрировали большую привязанность стране Израиля они точно пойдут поняли эту идею то есть тогда это было плохо а сейчас Ашем всегда у него знаете так это сам у него счет ведется постоянно все в памяти остается то что было до этого то что будет и вот он оживил как раз эти кости и они пошли израиль а за ним и пришло еще несколько десятков тысяч человек и на этом пока что все кончилось израиль Нехемия началось возрождение народа Израиля в стране Израиля очень на низкой ноте в очень небольшом количестве людей вот эти сыновья эфраима которых воскресили и вот еще несколько там десятков тысяч человек о которых как вы знаете сказано что они не знали даже своего родства ну примерно как у нас да у них такие фамилии страны если перевести на русский язык один бутылки другой скамейки скамейки ну такие какие-нибудь пышные имена мы бы ожидали бы вышли из вавилона как бы люди которые даже не знали точно что они евреи или не евреи ну вот не было еще главного равената чтобы обязать их всех пройти гиор а то бы они еще проходили гиор потому что они не знают но им очень хотелось быть в стране израиля смотрите какая интересная ситуация таким образом а кто это сыновья эфраима эфраим как мы знаем это потомки июсефа снова история как бы повторяется во всех этих интересных моментах так вот с одной стороны вначале не пошли из-за словей эфраима в эрот исраиль а только наоборот пошли в пустыню и там блуждали 40 лет и чего там только не было сейчас мы узнаем книги шмот какие были бунты какие были сопротивления все время жаловались зачем ты нас выбил а мы думали египет это дом рабства это ужасно а чего люди говорят ой как там хорошие блюда египетские кулинарии египетская совсем несравнимо а это манна небесная манна небесная надоело уже сколько можно уже все износа нам лезет это манна небесная мы хотим какие-то другие блюда египетские там они говорят баклажаны какие-то кабачки вот они вспоминают все и все из-за и санаби эфраима а вот когда надо было возвращаться из вабилонского плена как раз они вспомнили сказали это точно сионисты они точно пойдут и не будут проверять где лучше где хуже и так это получилось и в наше время знаете как к сожалению то же самое рабец и сахар пишет что очень многие евреи погибли в свенцине и других местах из-за того что вовремя не поддержали идею возрождения еврейского государства он говорит он сам был то что называется хорейди хорейди плюс 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 как говорят сидел он прежбурге прежбург это было центр европейского хорейдизма там ишива хатам суфера это что-то такое и сейчас когда он сидит пишет книгу в будапештском гетто он сожалеет и обвиняет себя он говорит ко мне приходили люди и говорили рэбэ я хочу поехать в Эрт Исраиля и на них говорит топтал ногами и кричал как вы смеете там живут только неверующие халуцим сионисты ни в коем случае живите здесь в Чехословакии в Братиславе прежбург это Братислава и говорит я пролил их кровь из-за своей идеологии что я поверил на твёртис надо идти всегда в любой момент когда есть возможность есть и желание надо идти сразу же и жить там как мы учили между прочим вот наша урока как раз и кончился я специально смотрите как я это все построил чтобы привести к тому моменту о котором мы говорили на последнем нашем занятии вы конечно не помните но у вас все записано здесь можете прокрутить и показать что там мы читали слова из Тамуда из Масехетхтубот который говорит что даже если в Исраэль в каком-то городе большинство неевреев а в Нью-Йорке скажем или в Вавилонии большинство евреев все равно митцва жить в этом городе где-где меньшинство неевреев там мы говорим как же так а где же ешивы а где там муктора вот скажем там в Одессе или где-нибудь тем более скажем где-нибудь в Нью-Йорке и даже в Москве больше едышкой чем в свое время когда началось все это движение возвращение в страну Израиля это было скажем конец девятнадцатого начала двадцатого века в Гарти здесь ничего не было ничего не росло никаких там ешивот и надо сказать откровенно первые сионисты многие из них были врагами еврейской веры как же так я пойду в это место где я не знаю что будет с моими детьми а в Гемора говорит да надо идти знаете какой какой страх какое испытание то есть у меня здесь скажем до того как пришла советская власть сейчас говорят отмечают столетие перевороты этого большевистского слышали об этом да что-то даже делают из этого какую-то помпу какой-то великое празднество путин там это самое обновляет эти самые кусочки которые лежат в мавзолее что-то они с ума сошли вообще чем мы чему мы радоваться говорят да так вот до этого ведь восточная Европа Украина Белоруссия Литва это же были центры всемирные центры еврейского народа как вавилон вот в то время тысячи лет до этого какие ишива как говорю вложен мир поневеша любавич ростов-на-дону куда ехать тут все есть а вырыть израиль одни арабы и этих иланим сионисты зачем туда ехать смотрите какая была дилемма и поэтому не поехали так говорит я не говорю это своими устами я говорю это устами вот этого автора я виноват я запретил уезжать в израиль из-за этого они сейчас гибнут здесь в этих местах что вырыть израиль надо как действительно как мы говорили в массахе то вот в любом случае независимо от того какие условия есть обязана жить в стране вот сейчас мы об этом еще больше поговорим и это участие у вас есть книжки эти на столах это как раз у нас получается во второй главе пункт 23 говорит так значит вот скажем концовку 22 пункта говорится сказано продолжаем как бы эту концовку о том что есть не обид да что что надо жить в стране израилю в любой ситуации и сказано многое другое воздух земли израиля умудряет вера дать израиль махкин вы почувствовали что когда вы приехали в израиль вы вдруг сразу поумнение правильно какое-то самое надо было провести это так тест тестирование до приезда и после приезда вы увидели бы что ваши шансы на много раз возросли вы знаете здесь как в России поступают высшие учебные заведения производят это самое тестирование психометрическое тестирование или еще нет по-прежнему по как бы оценкам диплома как принимают на основании или экзамены а здесь в израиле а здесь в израиле есть психометрия проводится то есть у вас проводится психометрическое тестирование и это все вы как бы все заранее определили кем вы будете если вы скажем набрали 700 баллов в этом тестировании вам открыты все все факультеты но наиболее тяжелое это медицинские психологические и прочее а если вы набрали 400 то вы можете учить я не знаю можете учить учительницами быть вот такая градация там просто скажем после 400 это вообще даже и не примут я не помню так говоря ориентировочно так вот смотрите если бы вы проверили оказалось бы что при тестировании в России у вас была определенная а приехав сюда сразу на 100 баллов поднялся потому что в таре написано может быть мудрецы наши не обманывают они прямо говорят воздух земли Израиля умудряет вот это в конце 22 параграфа и от избытка любви к ней мудрецы сказали каждого кто прошел четыре локтя по земле Израиля ожидает будущий мир арбамот берет Исраэль зухимлю ламаба за все себе сколько прошли уже прошли четырех сколько это четыре ногтя вот примерно говорят есть разные разные методы измерения начинается примерно с 56 сантиметров и кончается где-то 48 сантиметров ну там у людей разные локти и поэтому в общем-то в то время это было распространенное как бы полметра на самом деле распространенное меры измерения во всем мире и в Риме и в Греции и в Израиле вот это было поэтому всего надо пройти всего ничего вам надо пройти два метра и уже зарабатывайте себе ламаба но как вы знаете ламаба он же безграничный поэтому как бы сказать все вот прошел четыре четыре нет не четыре метра два метра правильно арба арба мод на иврите между прочим здесь ну да локоть это ама локоть это вот вот это измерение называется ама так вот всего два метра прошел уже заработала ламаба но вала маба есть разные уровни самый есть там тысячи рядов кто там находится вала маба там это ашем нечто неясное невидимое и степень близости к ашему это как бы уровень духовности то что вы зашли вала маба проделав свои два метра вы находитесь там где-то в лобе на входа альдер чтобы добраться до конца до самого первого ряда в первом ряду сидят царики абраме царки аков юсеп давид что мол еще другие царики у каждого есть возможность ряд очень длинный для того чтобы там добраться нам наверное на делать тысячи километров пешком ходить по израилю а еще лучше всего даже не ходить а знаете говорят так что с того момента как разрушен бейтамикдаш вот размеры нашей книги скажем говорят геморр это вот как бы вот это путь ака была мопа иногда пройти книгу которая размера меньше даже чем один локоть гораздо сложнее чем совершать туристические поездки или походы поэтистрии для того чтобы нарабатывать себе километры пола мопа спеца себе лама по это ведь такое дело вот сказано что скоро мы будем в парашат и тро это уже дарование тары там говорится так что ашем сказал чтобы поднялись как бы предварительную экспедицию на гору синаискую пришли бы 70 старцев руководители еврейского народа еще обвинут мошер обейну и мошер обейну сказал этим старцам здесь посидите здесь дальше не двигайтесь а я пойду дальше к ашему и сказал сказал им не смотрите по сторонам потому что как вы знаете там говорит дальше что появилось какое-то видение что-то такое очень как какой-то сапфировый камень в небесах это было уже какое-то проявление ашема проявление шкины им запрещено на это было смотреть а сказано и они сидели и пили и ели там на на синаиской горе так говорят а что они взяли с собой сэндвичи и колу что они там ели и пили они ели и пили ели глазами нарушили то есть когда они увидели это изображение это подножие престола ашема они не могли отвести взгляды им сказано было не смотрите запрещено такие вещи нельзя смотреть они ели и пили это глазами то есть заодно во-первых мы видим что они поступили нехорошо но с другой стороны мы понимаем что их восторг можно их понять понимаете мы бы тоже наверное не могли бы отвести взгляд ой не смотрите ну мы не будем смотреть а все-таки как бы взгляда приковано нельзя отвести взгляд от такого потрясающего видения вот и я и поэтому это второе это одна сторона этого дела когда сказано ели и пили глазами это значит что их духовное наслаждение было равно и во много раз больше чем физическое наслаждение когда я не знаю у каждого из свои любимые блюда так вот представьте себе что вы едите это любимое свое блюдо вот вы на свадьбу себя ну знаете я вам должен предупредить на свадьбе невестам не хватает никогда вот так это получается знаете есть такой обычно у нас невеста такая самая бывает так что были на свадьбах на свадьбе делают такой почетный стол для жениха невесты и семьи но жених и невеста они где у них самая ихуда они там уходят куда-то потом там родители невесты и жениха они заботятся о том чтобы все ушло как положено а гости смотрят смотри ты чего им дали да и начинает пробовать и когда жених с невестой бедные измочаренные после всех этих танцев наконец имеют что поесть они приходят и ничего нет я просто выдавал свои семь детей и всегда сталкивался с этим парадоксом последний раз уже я говорил на кухне оставьте дополнительную порцию потому что когда ты приходишь на кухню и говоришь давайте давайте жених с невестой пришли они говорят у нас уже все кончилось ничего не осталось и собирает обедки понимаете какая бывает ситуация поэтому предупредите я не знаю насколько родители жениха знают эту ситуацию возможно они нет чтобы они охраняли надо стоять буквально с оружием чтобы не съели почему вы знаете когда зависть думает вот что им дают на самом ничего особенного не дают то же самое те же самые самые курицу какую-то и какую-то рыбу ничего особенного не дают даже этого не оставляют так вот это как бы апропо если вы что-то любите то знаете когда когда можно есть хедер и худ вот в камере в комнате где делается их тут вы можете заказать чтобы вам это самое положили бы там какие-то вкусные вещи я попросил когда у меня было что ты хочешь хедер и худ я хочу крекер и сыр это все что ты хочешь вот самое правда после тюрьмы это сразу было поэтому ничего бедный заключенный о чем он может мечтать знаете у вас бутылки водки и хвосты и селедки весь его область область его воображения что можете представить какая-то роскошная пища ну вот крекер неважно так вот значит я говорю здесь они ели и пили глазами эти 70 старцев они наверное ели какие-то потрясающие вещи которые вернее они испытывали такое удовольствие когда они смотрели вот на этот сапфировый сапфировый этот блок который появился на небе что это было равно во много раз удовольствие которое человек может получить от едения от пищи то есть понятно поэтому поэтому мы говоря говорят уже в геморе что цадыки сидят перед ашемом и они испытывают ныне мези ваш хина они наслаждаются сиянием шины вот на основании как бы откуда мудрецы гемары знают это вот на основании того что сказано про тех 70 старцев когда они поднялись на гору хорев они вот испытывали такое небесное наслаждение конечно это несколько примитивно но там сказано в геморе мези ашки на зим это сияние шины высшее насторождение поэтому я говорю 4 амот который вы прошли здесь это это только как бы вступить в этот вала маба а чтобы добраться до первого ряда чтобы испытывать удовольствие по максимуму надо еще очень много пройти и уже на этот раз не километрами этих амот в основном как бы знаете есть такое неделимое понятие в математике говорят что когда приходит бекур холим правильно каждый берет какую-то частицу болезни говорит одну шестидесятую болезнь забирает то приведи 60 человек и можно вылезти от тебя больного иногда это помогает если больной умирает из-за ощущения того что он оставлен всеми все знаете люди иногда умирают не от самой болезни а от депрессии от подавленности поэтому это может обрадовать если так много вдруг людей придет но в целом это как раз неделимое или недобавленное одна шестидесятая сколько бы ни пришли это все равно остается одна шестидесятая то есть все равно остается 59 процентов болячки и одну забрали и так же самое когда вы заходите прошли первый арба амод скажем а я пройду тысячу арба амод продвинулся в те нет движение поэртисраэль это очень важная вещь но вы зарабатываете неважно сколько километров вы пройдете те же самые арба амод волом а дальше уже надо работать учить старую и делать мецепти вот это есть еще время и дальше продолжается концовка 22 параграфа араби зеро сказал вавилонцу вот неудачный перевод вас там есть вы не открыли свои книжки у вас есть кто-то открыл отступнику отступнику тоже с которым хотел перейти неудачно с которым хотел перейти реку в непроходимом месте чтобы скорее попасть в землю Израиля земля вступить в которую Моше и Арон не удостоились кто-то может кто-то может поучиться что я смогу туда попасть то есть ситуация такая раби зеро вот был таким хотя он был большим моталмитхахам и мудрецом он был страстным любителем страны Израиля то что говорят сейчас сионисты он решил уйти раб юда ему говорил нельзя оставлять вавилон там он таким образом он комментировал то что сказал Ишайяу Анаби не точно было комментарии и он убежал от своего раба чтобы попасть в Исраиль и у него было такое сильное истребление что они по дороге тогда река Ярдан она была не такая как сейчас такая сельская речка это был какой-то самый как ниагарский водопад все там бурлило такие волны такие наплывы и все и Равизейра не задумывайся бросился в этот водяной поток так другой еврей тоже из вавилона это не вавиланин вавиланец какой-то как у меня написано другой еврей который его тоже вместе с ним шел из вавилана он говорит ты с ума сошел ты здесь утонешь куда ты лезешь а он ему сказал как сыновья Ефраима я говорю смотри муж Равейну стоял с другой стороны реки Ярдана и не удостоился и не вошел в страну так я говорит сейчас у меня есть сейчас возможность я буду подсчитывать где удобнее скажем пойдем сейчас пойдем где-нибудь 10 километров там есть брод он даже не хотел эти 10 километров пойти не хотел этот брод искать так его душа стремилась попасть в Исраиль так он любил это место так он понимал насколько Божья благодать почет в этом месте что он не делал никаких подсчетов ринулся туда бросился в этот водоворот и выпал на самом деле попал в Исраиль но это как раз поэтому вот этот отрывочек который у вас конце 22 параграфа он как раз как бы выражает степень энергетики восторга которым должен который должен двигать каждым евреям для того чтобы попасть в Исраиль любой ценой и вот в этом смысле как бы я рад и горд тем что я могу присоединить свою личную историю как вы знаете вот так к этим последним строчкам ну и на самом деле не только последним всем строчкам которые здесь написаны когда несколько отступления в личном плане многие когда слушают историю о том как мы хотели угнать самолет и бежать верить Исраиль говорит вы с ума сошли вы что вы не понимали что вас арестуют вас могут убить вы уже как бы это нелогично интересно у меня был такой эпизод несколько лет назад приехал сюда какой-то исследователь из Хайского университета и он говорит он пишет как раз работу о борьбе за выезд в Советском Союзе и вот он хочет понять вот как раз наша операция свадьбы и гор самолета и он говорит но вы же понимали что за вами следят вы же понимали что вас могут арестовать как вот вы все-таки пошли на это потом он сказал что он вообще был полковником израильской армии то есть он вообще как бы военный человек он рассуждал об этом с точки зрения военной стратегии если знаешь что враг отсюда вы враг отсюда во умную гору не пойдет правильно умную гору обойдет а мы поперли как говорят на рожон почему это как вы это сделали я уже не знаю что он хотел этим добиться этим вопросом я ему несколько раз объяснял ты знаешь когда есть великая страсть логика не действует как мы знаем есть рацию есть эмоции эмоции это как в лучшем смысле это страсть любовь а рация это рациональные подсчеты а я говорю эмоции у нас было гораздо выше чем рация то есть желание и стремление как у Раби Зера мы были готовы броситься в любую бурную речку чтобы доплыть потому что Мушарабене не удостоился вдруг вдруг мы удостоимся он этого не понял он стал на меня кричать этого не может быть понимаете израильтянин военный человек в прошлом профессор он был просто возмущен как бы я уже не знаю что он какого рода признание он хотел от меня что она хотела какие-то политические соображения он этого не понял а вот в этой книге так написано что действительно страсть и стремление и каждый из вас наверное преодолел многие препятствия и родители не давали и государство не разрешало и сюда не впускали и денег много надо было мы все равно как этот Раби Зера бросились в этот водоворот и выплали вот таким образом вам это чувство стремление как будто бы это тянет какой-то магнит который тянет сюда и уж если чувствуешь этот магнит поэтому он говорит здесь что это за магнит избытка любви к ней мудрецы сказали каждого кто прошел четыре локтя по земле израиль ожидает будущий мир вы все уже заработали аламаба как я сказал самое начало еще этого вход в аламаба но это уже много многие не достались и этого это все что касается восторга энергии радости того что можно попасть сюда но вдруг нас огорашивает 23 пункт и говорит вот этот кузырь на самом деле человек который должен пройти ги-юр и он задает своими учителя вопросы в этом смысле это как бы говорю в наше время вся эта семантика не очень удачная потому что люди думают о каком-то конкретном кузыре да не кузырь это никакой а просто человек который решил перейти в еврейство и вот у него как говорится хочется и колется и мама не видит вроде бы очень хочется а с другой стороны слушайте жить в общежитии далеко от дома вот поэтому он как бы с одной стороны он заинтересован а с другой у него время все время есть а может быть нет а может быть не так и здесь у него снова возникает сомнение в 23 пункте он говорит смотри ты как ты вот описываешь восторг и как бы вдохновение от стремления попасть в страну израиля но если так он говорит ты проявляешь недостаточную любовь к собственному учению поскольку когда он говорит об этом это была ситуация уже галута то есть люди уже жили тысячу лет в галуте как примерно мы сегодня совсем совсем недавнего времени и вы действительно смотрите надо сказать сказать так этот кузырь как я уже сказал это вымышленный персонаж который Раби Юда Алиби автор этой книги просто написал для того чтобы всякие вещи как бы диалектика истина узнается в споре поэтому каким-то образом он написал как будто бы есть дискуссия между Рабином и человеком который вроде бы и хочется ему стать евреем а с другой стороны у него есть всякие сомнения поэтому тогда как он это писал посмотрим на еврейский мир тысячного года тысячу лет назад очень нам упоминает мира 2000 года тысячу лет прошло особых какие есть изменения еврейской мире но с другой стороны миллионы и миллионы евреев живут то ли в Нью-Йорке то ли где-нибудь в Берлине то ли в Москве то ли в Киеве то ли где-нибудь в Южной Африке и так далее и так далее и подобное и поэтому он говорит этот потенциальный герб он говорит ты говорит не сделал эту страну предметом своего стремления местом дома и жизни твоей то есть евреи сидят там по-прежнему знают и учат геморрой и говорят какая славная страна Израиля но для них эта страна Израиля как я сказал в начале урока виртуальная она в книжках а для них она как будто бы даже не существует в реальности они там говорят и ретис роял там учат много знают даже больше чем мы ну вот она живая страна Израиля вот она здесь они не едут как это понять говорит этот герб значит говорит ты проявляешь недостаточную любовь собственному учению только что ты мне показал насколько здорово жить в стране Израиля ты мне показал насколько важно жить в стране Израиля как мы обязаны все жить в Израиле ну а что же вы не делаете смотрите как это актуально звучит и в наши дни ты не сделал эту страну предметом своего стремления местом дома и жизни своей в этом смысле мы конечно мы цариким гмурим потому что мы да сделали это местом жизни своей местом общежития своего а в остальном все остальные миллионы которые живут вокруг да около они действительно как раз подпадает под это обвинение говорит ты говоришь свои молитвы рахэм аль сион бейт хаэйну в молитве шмана если есть такие такие части смелуйся национом домом жизни нашей жизни и ты веришь штучки на сюда возвратиться это как бы это все ожидание предвосхищения если бы единственным достоинством этого места было бы то что там пребывала шкина на протяжении 5000 лет как ты только что мне равен объяснил это было бы достаточно чтобы душа человека векла к нему и она нашла бы себя в нем с очищения так же как это было почти всех благочестивых и пророков что это земля преддверия неба с этим согласны все народы как мы говорили борьба за эрот израиль до сегодняшнего дня с арабами и с христианами потому что все они знают что это место пребывания шкины поэтому они для того чтобы доказать как бы истинность своей веры они готовы умирать и гибнуть да и бороться за то чтобы отобрать у нас эту землю настолько это по-прежнему актуально я говорю я поражаюсь когда читаете строки прошло тысячи лет с того времени когда он это писал все это звучит как будто бы он написал сегодня с этим согласны все народы некоторые говорят что все души соберутся сюда и отсюда их вознесут к небесам потому что действительно это шала-шамаин как говорит якова вину шала-шама это ворота неба ты все садыки сюда через это место конкретное попадает в артисты попадает вам улама ба мусульмане верят что это место вознесение в небо пророков на самом деле это пророк вы знаете как называется у них котель и малови аль бурак почему потому что вот у пророка мухаммеда была такая конь бурак или буряк я уже и вот в их преданиях рассказывается что когда уже мухаммед умер и он должен был вознести себя в лама по так он какая самая для обед как большим там на своих телеге всегда попадал самый необыточные места так мне его этот коль буряк его пронес над котами и кот или иначе что он оттолкнулся это конь его оттолкнулся откуда ли молоди как от стартовой площадке и а с этого места он только смог взлететь на небеса его лама ба знаете насколько важное место даже у них поэтому они за это борются и кота ли они считают это не то что вот ну как будто бы ну ладно выберите саму саму гору но хотя бы кота ли оставьте на любви в коем случае кота ли это стартовая площадка нашего пророка чтобы подняться в лама ба если он находится в руках евреев такая мы уже не можем сами подниматься в алама ба на правда их алама ба такой как это все равно как какой-то пивное учреждение так они могут попасть горят гораздо более простым способом его случае для всех это место самоуглубления и празднест говорит смотрите какие страшные вещи говорит здесь в рабе удали ли устами этого претендента ноги и я вижу что ты молясь не искренне преклоняешь колени направляя поклоны к этой земле потому что понятно что палахе где бы ты не находился в какой части мира ты не находился написано что ты должен направляться в сторону арти своей она да уже первые наши предки желали жить в этой земле они предпочитали быть не чужерземцами потому что вы сказано брить бы на батарин до кигер и я маха за раха да 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 в этой земле братья свои твои потомки будут верами в том смысле как вы знаете гера так как бы чужой будет чужими людьми так абрама бин должен сказать а если так то не надо я лучше поживу или в уре халдейском на своем родном городе в крайнем случае в коране у меня там папа и вся семья чем не идти в страну где я буду чужеземцем и должен покупать даже место для могилы своей жены за несколько миллионов долларов я чувствую что с ума сошел нет они рвались и хотели прийти именно сюда и были готовы хотеть все что угодно а ты раввин говорит ему этот претендент на георгий ты сидишь у себя в барселоне там и ты проповедуешь красивые вещи оба сионе это самая шара шара шама и мы бейт хайей ну дом жизни нашей а это только он говорит лип сервис это все ты говорит болтаешь своими устами они чего ты из этого не делаешь ты лицемер вот какие страшные слова обличения я говорю если бы это было бы написано в наши дни то конечно эту книгу большинство еврейских кругов запретили вычитать потому что это как бы не хорошее обвинение против народа из вами но рабиуда леви он от всеми да сейчас его же не запретить потому что он не среди нас но ноги пишет вещи которые очень актуальны и в наше время все же они хотели в ней жить совершенно нашими предки и в голодное время покидали страну только по велению бога но даже и тогда просили чтобы их пара не похоронен нет конечно говорится якова вини когда он не очень хотел выйти нашим сказал иди спускайся в египет и я буду всегда с тобой я понимаю что ты не хочешь ставить алис раэль но тем не менее начнем поставишься чтобы ты был бы похоронен здесь и на это отвечает раби в двадцать четвертом пункте мне стыдно хазарский царь это грех из-за которого бог до сих пор не исполнил обещанного по отношению ко второму храму поле веселись дочь сиона то есть получается так при всем слов здесь сложности все это как бы идеологии возвращения страну израиля что он здесь я выставляет в двадцать этим пункте как основной преграду нет настоящего желания как я уже показал на своем личном примере в основе всем лежит желание выше разума очень хочется жениться ну послушай вы знаете что вот у меня сейчас у одной из моих дочерей родился пятый ребенок это они жили у нас это что-то страшно потому что младшему еще не исполнилось двух лет он не понимает что не появился соперник а до него еще кто-то девчонка который не исполнилось три года принять и не все кричат диким голосом думаешь зачем мне это надо будет у меня один ребенок два ребенка буду но это самое нужно иметь детей это выше логических подсчетов это стоит очень дорого правильно иметь детей это очень дорого потом а значит большие накладки все время как бы как бы все устраивайте где-то по детским садам в школах какие школы посылать их можно испортить вы знаете я здесь недавно в своем фейсбуке затем целую полемику по поводу школы вместо обучения вот я сказал что найти есть такая школы называется мамлахтидати государственная религиозная школа вроде бы очень хорошо государственная религиозная но вот и делал туда посылать детей но как известно дети которые туда попадают они портятся потому что там нету критерий в отбор туда попадает разные одни из хороших семей которым все соблюдается а другие из таких семей которые не очень соблюдать даже вот последнее время уже не знаю последний 5 или 10 лет есть такая тенденция нерелигиозных родителей посылает детей вот такие религиозные школы почему потому что там дети поспокойнее там нету всякого рода извращений страшные дела происходят в обычных школах нерелигиозных вообще там по ножовщина там всякого рода извращения но невозможно контролировать это улица захлестывает школу она же как бы школа это не какая-то ворота которые ограничивают все это грязь то что это творится на улице то попадают в школу и дети портятся со начальных классов я уже не говорю о смешанном обучении поэтому умные родители говорят а пошлем их религиозную школу государственная религиозная школа чтобы они там действительно немножко попали в хорошее общество хорошим детям вот и заодно бы еще получились еврейской традиции а чё очень хорошо правильно правильно поступает эти родители но вот родители религиозные которые туда посылают детей вдруг оказывается что в их классе есть мальчики и девочки которые совсем не удивили и хотя родители имели хорошие как бы цель для своих детей но совсем плохая просто плохой результат для других детей и вот тогда родители мудрят и открывая частной школы которых есть критерии приема и говорят мама ходит без щелков из рукав у нее выше локтя и она не носит головного убора до приходит в брюках нельзя такой пускать что это это дискриминация это как бы это не демократично да не демократично да это дискриминация почему потому что я обязан даботиться прежде всего о своем ребенке я при всем при том я готов помочь образованию этих нерелигиозных детей мне за них сердце тоже болит я не готова бросать на произвол судьбы но не ценой судьбы своих детей и поэтому когда ты посылаешь своих детей в частную школу то она стоит очень дорого потому что государство уже не очень хочет помогать государство хочет чтобы дети все учились в общих школах и было бы как бы грязь распространялась бы пропорционально на всех а если хочешь быть у стиркой да о какой-то это самое фиборит вот и какой снов да вот хочешь своих детей таких чтобы они были чистенькими плати за это огромные деньги вот это еще одно напряжение денег нет и каждая самая на даже в нормальных таких частных школах месяц обучения например 1300 шекелей а скажем возьмите у вас 6 детей зарплаты не хватит на что жить потому что на снимать квартиру надо платить эти вещи вот и на это все родители идут до имея детей и добывая деньги собирая деньги хотя как бы с рациональные точки зрения с точки зрения экономики это вообще никак не получается вот это потому что действительно есть такие вещи которые заложил нас ашем как это какой-то внутренней порыв внутренняя потребность которая выше это конечно это высшая логика это выше разум чей разум ашема он даже у нас наша машина тата биой как хорошо с утра мы говорим наша машина тата би и все это ведь не так просто это действительно разума шема который нас находится и который диктует нам как мы должны жить по правильному мы заглушаем этот голос высшего разума своими какими-то мелкими интересами и подсчетами так вот получается как говорят секрич на костничок а те кто слушает этот разум это как бы высший разум который не просто осуществить как мы знаем все очень непросто и вот он здесь говорит об это кстати так а если закончить этот а диск на меня все сессия не сына кинулись я сам себя не свете у меня даже типа суга так это самое замаскированное по черному никак так ты и самая религиозной государственной школы это так хорошо как ты имеешь ты что харейди сразу начинает ли клеить ярлыки не харейди и не себя местно после человек который понимает что важно в этой жизни что действительно надо посылать детей в хорошие школы чтобы они вышли я говорю я им написал а если вы хотите чтобы ваши дети после девочки после школы пошли бы в армию окончил в армию поехали бы со своими хаверим знаете это хавер называется вдруг поехали бы куда-нибудь в непал или в индию и все то посылайте свои дети вот такие школы а вы не хотите этого не потому что понятно это же ужас уже не важно что девушка пошла в армию служить все раба ним это категорически запрещают девушкам не место в армии хотя как бы армия это не не вертел какой-то не место разврата но это нездоровое место нельзя чтобы парни девушки служили вместе они молодые люди у них есть страсти все это качается ничего очень хорошо и даже шерут ли уме лишь казалось бы не в не в армии это не поощряет почему потому что бывало много случаев посылая девушка шерут ли уме это служба для народа засчитывается как аминская служба это куда попадешь попадешь в больницу как здорово ты значит вот сейчас эти два года помогаешь в больнице заботишься о бедного больных людях и все там арабы если арабы врачи если арабы санитары и между прочим они не грязные и манючие они очень симпатичны между прочим израильские арабы не говорят на хорошем иврите да и они очень любезны и дарят подарки вот смотрите что получается ужасные истории поэтому раба ним на самом деле здесь из этого на фон мира есть разные мнения но говорят не посылайте девочек гора шерут ли уме пусть они лучше идут в метро мидрошу то есть после школы еще немножко поучить и сразу надо женить девушки делать в армии чего и делать шерут ли уме вот она станет мамой она окончит какое-то учебное заведение тогда она будет уже взрослый человек и женаты это меньше опасности есть много верующих людей много верующих а женщин которые работают в больницах это здорово туда стоит попадать потому что такое другое отношение внимательно и заботливо но это уже замужние женщины это уже что-то другое это вот поэтому я им сказал что конечно идея как бы мамлахтида те государственные религиозные это как бы супер супер так как надо но к сожалению не все вещи которые красиво называются имеют красивое содержание ведь нам в этом смысле мы не а сама не играемся словами мы играемся жизнью своих детей а в конечном счете мы эгоисты и мы играемся собственной жизнью потому что если я знаю что не дай бог моя девочка такая хорошая такая чисто поехала с хавером в непал а в непал там пошло наркотики то да сё и вообще-то ужас ужас так я уже я себя заботюсь чтобы у меня этого не было бы видите а сама я посидел не от этого а так можно посидеть раним возрасте только от того что вроде бы все такие хорошие дети все так было хорошо и дух ничего не получается потому что вы знаете родители делают карьеру очень интересный помогает обществу у них нет времени для детей и так дети гибнут и попадает поэтому тут на этом мы остановимся пока что и пришли к выводу о том что есть высший разум высший разум это нашама шинатата би теораги что это за нашама это нашама элукит который находится нас это кадош бурху сделал нам подарок поселил в нас свой разум и надо прислушиваться к его разуму вместо того чтобы прислушиваться своему разуму если вы немножко читали таню то что написала основатель движения хаббат так он говорит что в человеке есть две души есть животная душа животное слово жизни которое дает жизнь есть божественная душа если человек занимается искусством и музыкой и думаешь ну у него наверное вдохновенная душа нет это по-прежнему называется нашама боями это все связано жизнью человека естественно есть таланты и все а нашама элукит это что-то гораздо более сложно поэтому надо дойти и добраться и тогда ты начинаешь понимать но смысл потому что от тебя требуют частности жить стране израиля но и жить просто так стране израиля а жить потому что это святая земля и здесь есть какие-то особые законы которые это земля тебе диктует но об этом поговорим в следующий раз